Почему японцы так любят Сакуру? Иуати Нье, Япония. 8 апреля 2018 года. В Токио 17 марта расцвела Сакура, что примерно на 10 дней раньше обычного, и уже несколько дней подряд толпы людей ходят на нее любоваться. Когда наступает этот сезон, у японцев естественным образом поднимается настроение, и они неизменно отправляются смотреть на цветы. Однако Сакура – еще и беспроигрышный вариант для темы песен и других произведений развлекательной сферы. Почему же японцы до такой степени любят этот цветок? И при каких обстоятельствах они стали придавать Сакуре особое значение? От темы пьес театра Кабуки до современных песен. Сакура широко используется даже в названиях произведений. Вероятно, у многих людей слово Сакура ассоциируется с музыкальными хитами, в названиях которых присутствует этот цветок. Начиная с самого популярного из них, склон цветущей Сакуры Масахару Фукуяма, продан около 2,3 миллиона дисков. Это такие песни, как Сакура Дропс Хикару Тада, Сакура Соло, Натару Марияма, Сакура группы Кэтсумэси, Сакура группы Араши, Сакура Кеога Кавагути, Сакура Дуэта Габу Кура, Закладка с Сакурой, Давайте станем деревьями Сакуры группы АКП-48 и так далее. Все и не перечислишь, но, наверное, многие люди, лишь услышав подобное название, начинают предаваться воспоминаниям. Ах, когда звучала эта песня, я был там-то. На самом деле в сезон Сакуры происходит очень важное в жизни событие, выпуск из учебных заведений и поступление в них. Трудоустройство, переесть в столицу, расставание и встречи. Поэтому Сакура вызывает в душе каждого человека различные воспоминания, связанные с жизненным укладом японцев. Кроме того, японцы любят Сакуру за красоту и недолговечность момента, когда она в самом цвету, за мимолетность и частоту того, как быстро опадают ее лепестки. Сакура, связанная с такими жизненными этапами, часто становится темой произведений и других видов искусства. Так, в театре Кабуки постоянно показывают пьесы Йосицуны Сэмбон Дзакура, Тысячи вишен Йосицуны, и Мусумы Ададзодзи, Девы из храма Ададзодзи. Что касается телесериалов, история о школьной жизни никогда не обходится без эпизодов, связанных с Сакурой. Можно вспомнить и популярный сериал Драгон Сакура, Драгон Закура, выпущенный компанией ТБС, ТБС. Если задуматься, средняя школа, где разворачивалось действие сериала Кенпати, учитель третьего класса Б, ТБС, называлась Сакура, был и двухчасовой сериал детективный журнал Тетушки Атумы Сакура, Фуэтф, Се Цука и Сихара в главной роли. Сейчас в кинотеатрах идет фильм «Защитники Сакуры с севера», где главную роль играет Сурио Синага, то есть слово Сакура в названии. Это залог того, что произведение с большой вероятностью понравится японцам и будет хорошо принято ими. В эпоху Хэн японцы стали любоваться Сакурой вместо деревьев сливы. Тойота Михидойоси превратил созерцание цветов в важное событие. Как же японцы стали фанатами Сакуры? В древности любование цветами по большей части было связано с деревьями сливы, но, начиная с того, как в эпоху Хэн, 794-1185 гг, император Сага стал устраивать пир под цветами для любования Сакурой в саду храма Синсенн, город Киута. Ко времени завершения эпох Камакура, 1185-1333 годы гг, и Мурамати, 1336-1392 годы гг, обычай созерцания Сакуры распространился и среди воинского сословия. Считается, что любованию Сакуры стали придавать большое значение, с тех пор, как Тойота Михидойоси учредил традицию любования цветами в дайга. Хотя в то время нельзя было увидеть столько деревьев Сакуры в полном цвету, как сейчас, был устроен великолепный праздник, на который было приглашено около 1300 человек, начиная с приближенных Тойотами Хидойоси, таких как его сын Тойотами Хидори, жены Аннене и Йода Дона, заканчивая многочисленными даймё, военными феодалами, их женами и служанками. И известно, что это был самый крупный праздник, организованный Хидойоси, ведь он был устроен сразу после похода правителя на Кьюсю и являлся одним из двух важнейших культурных событий наряду с большой чайной церемонией в Китана. Такугава Йоси Муне распространил культуру любования Сакурой среди простого народа. Сакура у реки Сумидагава, которую, спустя столетия, любит и по сей день. Традиция любования Сакурой распространилась среди простого народа, начиная с эпохи Эда. Этому главным образом поспособствовал восьмой сёгун, Такугава Йоси Муне. После издания Приказа о Милосердии к живым существам пятым сёгунам по имени Такугава Цуна Йоси, Йоси Муне снова узаконил запрещенную ранее соколиную охоту, однако это вызвало недовольство крестьян из-за того, что во время нее повреждались поля. Тогда на местах охоты посадили деревья Сакуры, чтобы крестьяне получали прибыль от приходящих насладиться цветами гостей. Среди простого народа стало особенно популярным созерцание Сакуры, высаженное на восточном берегу реки Сумидагава, Уина и некоторых других районах, и эти места до сих пор являются одними из самых известных своими цветами. Таким образом, в наши дни Сакура в Японии является беспроигрышным контентом для марта-апреля и приносят колоссальный доход. В богатых буддийскими синтоистскими храмами и городах, популярных среди иностранцев, например, в Киута, в последнее время появляется все больше мест, где можно полюбоваться на подсвеченную ночную Сакуру, и такие мероприятия, привлекая туристов, еще больше увеличивают прибыль. Более того, в аллее Сакуры у водоема Тедалбейсин, Тедалбасин, в городе Вашингтон, США, Королевском парке в Стокгольме, Швеция, парке мира в провинции Хабинь, Вьетнам, и других местах за рубежом, с любовью относятся к Сакури, подаренной Японией в знак дружбы между странами, и, наверное, эти цветы можно даже назвать душой Японии. В последнее время также увеличивается число иностранцев, посещающих Японию для того, чтобы полюбоваться Сакурой, и, видимо, по всему миру постепенно распространяется концепция мимолетности, которая так близка японцам. Приятно с самого полудня есть и пить с друзьями под цветущими деревьями, хорошо и предаваться воспоминаниям, сидя в одиночестве под опадающими лепестками, должно быть, будущие поколения продолжат древнюю японскую традицию почитания Сакуры.